Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народная Славянская Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйс. Здраво будет Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня развернём? Ну, я думаю, не развернём, а так вкратце обозначим. А кому нужно будет подробнее, то подробнее будет потом в продолжении. Тема такая «Как избежать ошибок при создании народных предприятий, общин, кооперативов, артелей». Вот давай об этом и поговорим. Вот скажи, пожалуйста, часто ли тебе приходится созерцать, наблюдать, участвовать в таких объединениях, которые, в общем-то, благими намерениями образуются и строятся для того, чтобы обеспечить себя, обеспечить окружение, получить какие-то выгоды для каждого участника. Но при этом через какое-то время происходит развал этих структур. Да, это, конечно, печально об этом говорить. Потому что всё-таки задумывается, что вот мы собрались, наконец-то мы уже такие... Часто употребляются фразы «проснувшиеся», там, стремящиеся к просветлению, ну, что-то наподобие. И поэтому теперь-то уже раз нас много, то это предприятие мы на раз-два создадим. Оно будет очень хорошее. Будет там много свободного времени. Мы будем там танцевать хороводы, петь хорошие песни. Оно практически автоматически будет само существовать. Ну, хотел бы ещё добавить там белочки на морежке будут носить, но не буду, а то ещё кто-нибудь обидится. Вот. Но как-то в лучшем случае в итоге получается, что, ну, вот куча у нас таких вот мальчиков, божьих одуванчиков берёт под свой колпачок такой карабас-барабас, делает из нас такой детский кукольный театр имени Буратино и ему подобных. И возит на разные выставки, где мы там танцуем, поём, какие-то денежки он с этого получает и нам даёт. А иногда и того хуже. Мы сидим каждый по своим углам, потому что вот другие плохие, а я хороший. Это, знаете, вот только без обид, но напоминает, когда вот мультик про Незнайку, когда там Незнайка карикатуры нарисовал на других. И все ходили, смеялись, какие он красивые карикатуры рисует. А когда до своей доходили, говорили, ой, а вот это не получилось, это убирай. То есть мы почему-то привыкли не себя познавать в первую очередь и пытаться понять, а наше какое предназначение, и от этого уже плясать то, что называется от печки. А пытаемся, как бы считаем, что наша точка зрения, она самая важная, а другие пусть они вот как хотят, так и вписываются вот в эту нашу точку зрения. И желательно при этом, чтобы мы остались как минимум наравне, а ещё лучше где-то сверху. И вот от этого я вижу большую проблему в современной нашей попытке создать такое вот совместное дело. А как ты думаешь, почему всё-таки это не получается? Почему люди-то, в общем-то, добрые, хорошие, хотят это сделать, но принцип-то какой-то, видимо, не учитывают? Не учитывают какие-то особенности этого направления? Основной принцип, который я советую не просто узнать, что такое есть, а советую прям взять и попроверять, попрактиковать, чтобы вот в каждом из нас появился ответ. Нет, это вообще есть такое или этого нет, это работает или это не работает, это подходит ко мне там или к другим, или не подходит, не подходит. А принцип этот изложен в семинарах Алексея Орлова, который называется варновость, наш славянская, ну как славяно-арийская варновость, или там, как она тебе точно называется-то. Ну, в общем, система такая, где конкретно видно общую структуру построения мироздания. И если немножко напрячь мозги, понаблюдать за собой, за своими мыслями, чувствами, делами, то и понять своё место, где ты находишься. Вот, я думаю, ошибка в том, что мало кто задумается, кто он и кто другие люди. Да, славяно-русская варновость – это универсальный инструмент, который подходит и для каждого человека с точки зрения понимания, кто я, для чего я здесь и что мне делать, и для управленцев всех уровней, и руководителей всех уровней, которые так или иначе вынуждены, либо обременены обязанностью подбирать людей по каким-то направлениям, исходя из их готовности, понимать, что они делают. Вот это очень важно. Поэтому, да, я с тобой согласен, что инструментарий под названием «Славяно-русская варновость» очень и очень важно знать в сегодняшний особенный момент. Почему? Потому что большинство народов, которые на сегодняшний момент встали во главу руководства каких-либо стран, предприятий, они этот принцип, может быть, даже не понимая его полностью, используют. Они эти наработки, которые в их народах сохранились, применяют. А мы свое родное позабыли и выбросили на свалку. Еще и кричим, не было у нас такого, не надо нам там ерунду вкладывать, не нужно нам это. Ну, если тебе это не нужно, если ты считаешь, что достаточно, чтобы другие тобой руководили, причем совершенно другие люди с точки зрения даже генетики, и чтобы они в свой карман складывали самое-самое важное, что для них нужно, и тебя оставляли у объедков, ну, конечно, тебе это не надо. Ну, зачем там мучиться? Иди посмотри шоу, которые сделаны специально для тебя, мой дорогой друг, всякие там Дом-2, к примеру, какие-то там комедии-вумен, комедий-клаб, что там еще у нас, какая дрянь есть. Вот это вот посмотри, пожалуйста, да еще не забудь пивасик с собой, бутылочек цать прихватить, чтобы в очередной раз насладиться жизнью. Ну, а тем, кто здравые люди, вот, наверное, уже они проверили неоднократно, как действует все это в практике, как это все применять. Сказали, эх ты, вот лет бы 20 мне назад эту всю систему понимать, бы знать, ну, не допустил бы этих ошибок, которые были допущены. Ну, пришло время выводить свет наше родное, славяно-русская варность наше родное, и это применять. Да, это одна из причин, но еще большая причина, на мой взгляд, это гордыня. Гордыня, которая непомерно раздута нашими друзьями, в кавычках. К нам в каждом сказали, ты крут, ты неимоверно крут, ты самый крутой, возьми от жизни все. Вот вообще о жизни все возьми, и если где-то там совесть тебе там свербит, ну, ты блин, эту совесть, что это такое совесть? Совестью сыт не будешь, вот ты заботишься о своем теле, и все. А что означает, когда человек заботится только о своем теле? Это говорит о том, что он находится в первой варне, в первой социальной либо общественной группе, на первом социальном либо общественном уровне, говоря современным русским языком. это говорит о том, что его все потребности сведены к уровню животного. К уровню животного. Совокупляйся, обороняйся, хлеба и зрелищ. Вот, в принципе, все, что надо. Много эмоций, сладости, чтобы пупок там не чесался, и все хорошо. С крыши не капает, соседи не волнуют, уже счастье. А дальше беря жизнь и все. Поэтому людей, наши, недруги, довели до состояния скотов. Скотов человекообразных, которых гордыня неимоверная, высокая. Но напомню, что если есть признаки гордыни, то это указывает на то, что обязательно есть животный страх. И через этот животный страх вами управляют. Поэтому если вы не разберетесь со своим страхом, если вы не переведете его в состояние всего лишь навсего природного предохранителя, то вами и будут управлять, как скотом. Вас будут гнать то на бойню с этим, то на бойню вот с этим, то в эту у вас засунут неприятность, то в эту и прочее, прочее, прочее. И как бы вы ни крутились, как бы ни репенились, как бы ни протестовали, если в вас живет раб, вот этот самый скот, которого вас превратили, вы никогда хозяином жизни не станете. Единственный способ стать хозяином жизни – это выйти из-под этого страха, перевести его в предохранитель. О том, как это сделать, даю я вебинары, семинары «Родовая не жить без страха в управлении судьбой». Там все подробно рассказывается. Но это надо делать не с помощью кого-то другого, а это надо делать только через осознанность, когда человек сам понимает, что он делает, для чего он делает. И совместно с другими. Наш всегда подход был к жизни – это не индивидуальное личное, а общественное. Потому что сейчас поодиночке душат. Какой бы ни был крутой предприниматель, ИПшник, самозанятый, задушат. Как только вы проявите себя как успешный человек, сразу же объединение других людей, каких-то корпораций, вас сразу же задушит. Поэтому единственное – это объединение и создание каких-то своих народных предприятий. И вот теперь мы возвращаемся к задней теме. Так что же мешает нам, помимо перечисленного личного страха, желания проявить себя в одиночку, вот что мешает нам собраться? Потому что мы уже когда поняли, что в одиночку ничего не сделать, мы собираемся с друзьями. И вот тут начинаются серьезные ошибки. Серьезные ошибки, как будто бы поликало, вот они идут, как след в след, что на севере, что на юге, что на западе, на востоке, что в центре, все общинники натыкаются на одни и те же проблемы. Я сейчас их назову. Самая первая проблема. Например, мы создаем, ну, к примеру, артель, общину, кооператив. И в эту артель, общину, кооператив собираем всех, 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 кто произнес какое-то волшебное ключевое слово. Например, здравие. Либо тот, кто одел на себя вышиванку. Либо тот, который отпустил бороду. Либо тот какую-то правильную славянскую, там, арийскую стрижку сделал, который говорит, что ему народная культура нравится и так далее. Вот всех таких собираем. А на самом деле, когда мы начинаем что-то делать, мы вдруг замечаем, что этот делать спустя рукава, хотя и в правильной вышиванке, и там татуировки на нем, там символы разные, знаки правильные, солярные. Другой, например, больше всех себе хапает, хотя говорит правильные слова. И какие-то там веды почитал, и какой-то там еще что-то почитал, этого послушал. Этот еще что-то делает непонятное. И все начинает рассыпаться. И вот первый мой совет, который я всегда даю в таких случаях, это помнить последовательность создания чего-либо. Кстати, я об этом буду говорить более подробно в вебинаре, который будет посвящен вот этим тематикам. Не пропустите его. Первое – это всегда цель идеологии, мировоззрения, миропонимания. Цель, цельно, что вы видите, для чего вы это делаете. Если просто делаете маленькую структурку, которая вам желудок поможет содержать в достатке, это серьезная проблема. Потому что как только вы набьете свой желудок, сразу цель достигнута. И дальше вы опять не будете понимать, что делать. Если вы собираете только поселение ради поселения, это тоже тупиковый путь. Ну, собрали поселение, ну, дороги проложили, электричество провели, может быть, даже газ. И что дальше? А дальше-то цель не поставлена. Она такая расплывчатая – жить в счастье, создать пространство любви. Ну, это расплывчато. Это очень расплывчато. Это опять каждый индивидуально по-своему понимает. А вот если у вас мировоззрение, миропонимание исходит из того, чтобы жить в державных укладах, где есть совместный труд, совместное производство, воспитание детей и прочее, вот совместное вот это, тогда выстраивается единая нить, единая дорожка, на ней расставляются вот эти самые точечки, шаги. Что делать? Значит, первично цель должна быть великая, большая. Не на один год, а на сто лет, на тысячу лет, на всю жизнь, к которой вы стремитесь. Второе. После этого вы начинаете собирать людей. Вот только когда вы начинаете собирать людей. И не всех подряд, а тех людей, которые принимают эту цель, которые понимают ее и которые готовы ее воплощать. С точки зрения создания проектов, посчитать, рассчитать, что-то начать делать, кого-то подтянуть. Вот такие люди нужны на этом этапе. Третье. Это уже технологии. Это место, где это все будет происходить. Это подтягивание уже специалистов в каких-то вот направлениях. И только четвертое, когда все просчитано, это финансы. Это денежные средства, которые можно получить разным способом. Честные способы есть. Есть какие-то гранты, есть какие-то складчины и прочее-прочее. Но деньги только четвертый этап. Вот об этом более подробно мы на вебинаре будем рассказывать, рассматривать эти все темы. Но дальше, теперь возвращаясь к тому, а как же выстроить? Мы понимаем, что первый этап – это когда мудрые люди собираются. Что такое мудрые люди? Это костяк, который видит ту самую великую цель, ради которой все это делается, который обладает правильным мировоззрением, миропониманием. И вот они, изучив все, что есть вокруг них, начинают что-то разрабатывать. Но, как правило, бывает такое, что не хватает такого количества людей, которые способны вот этот костяк создать. Тогда должен быть один лидер. И мы тогда включаемся в ту схему, которая уже неоднократно была опробована, неоднократно многим рекомендовалась. И люди, которые ее отвергали, потом все равно к ней приходили и говорили, Алексей, ты был прав. Ты был полностью прав. Я тогда говорил, что нет, такого нельзя делать. В конечном итоге мы к этому пришли. Ну, потеряли 6, 7, а может быть и 8 лет. Итак, первая стадия, когда нехватка мудрецов, которые способны вот так вот совместно делать, это стадия единого руководителя, который видит эту великую цель державную, который понимает, как что простроить, как что расставить. И этот этап я в кавычках называю пиночет, который залез на обочек и сказал, так, ребят, я вас всех выведу, вот туда-то, туда-то, туда-то. Будет вот это, вот это, вот это. У меня по славяно-русской варновости хватает мощности, у меня хватает представлений, мировоззрения, всего я уже набрался, я понимаю, что делать. И рассказывает людям, вы готовы в этом участвовать? Да. Если готовы, тогда на какое-то время берется жесткое управление. Но не просто так, чтобы людьми, как с котом, там, понукать и гонять их палкой. Нет. Совместная деятельность начинает проявляться, и человек вычленяет из общей массы людей тех, которые способны руководить, которые приобрели какие-то навыки, у которых есть умения, руководство, которые способны взаимодействовать с людьми. Где-то в маленькой какой-то структуре, где-то в большой, где-то в очень большой. И он такими людьми себя окружает. Он их назначает сначала своей правой, левой рукой, потом начальниками каких-то подразделений и так далее. То есть он собирает вокруг себя круг людей, способных на деле это все делать и понимающих великую главную цель в державности, а не просто заработок себе в карман. После этого проходит, когда определенный этап, ну, например, там лет пять, может быть, десять, то он тогда обязан будет превратиться в короля Артура. Король Артур – это не который просто рассказывает, как что сделать, как это делал Пиночет, а который выслушивает мнение тех, кого он собрал, специалистов, каких-то людей в чем-то ведущих, и он прислушивается к мнению каждого. Это уже совет. Не единоличие, а совет. И он тогда принимает только окончательное решение, выслушав всех. Это король Артур. Но пройдет еще пять лет, пройдет десять лет, вырастут дети, рожденные в этой всей структуре, в этом объединении, в этой общине. И станет вопрос, что делать дальше. И вот тогда, когда мы подготовили правильно все, свою основу, когда мы воспитали правильно детей, когда дети тоже понимают большую цель, и когда они видят, что взаимность, взаимное производство позволяет жить в достатке, и у каждого человека, у каждого ребенка подрастающего есть свое предназначение, вот тогда начинается подбор из этих детей новых лидеров, новых общинников. Потому что 10-20 лет прошло с момента образования, и уже люди престарели, которые первые были, первопроходцы, которые создавали эти условия. И надо новых подтягивать, которые родились в этой общине, которые попробовали на себе все. И вот тут тогда тот, кто был сначала Пиночетом, потом королем Артура, снимает с себя корону и остается уже в кругу на единых правилах бытия. То есть круг, который он когда-то создал, теперь не под ним, а теперь он в нем. И кругом решается все. И проходит еще какое-то время, в этот круг входят новые люди, те, которые уже выросли, которые способны что-то делать, проявились. И проходит еще, например, 5-10 лет, и этот человек выходит за пределы круга. Он теперь становится обыкновенным человеком. И теперь он получает те блага, которые когда-то, будучи Пиночетом, он как семечки посеял, потом взрастил, как король Артур, и вместе с кругом уже превратил во что-то большое. Теперь он полностью поглощает все то, вернее так, получает плоды, получает плоды от своей, когда-то сделанной работы, от совместных деяний со своими друзьями. То есть он полностью в этом находится, полностью в этом живет и получает то, что ему необходимо, как и любому общиннику, как и любому артельщику, любому кооператору. И вот тут стоит вопрос, если он на самом деле сделал все правильно, то тогда его могут пригласить в круг, как какого-то специалиста, наблюдателя, старшину, старца, который будет всего лишь навсего наблюдатель, либо непосредственный участник круга. Вот это вполне логический, вполне правильный подход к образованию нашей всей структуры. Но на начальном этапе, когда сейчас проявляется только Пиночет, в кавычках, либо король Артур, необходимо помнить, что люди отравлены цивилизацией. И просто так пригласите его в свой кооператив, то есть в свой дом, в свою семью. Кооперация – это большая семья, это общее наше дело. В свою артель, то же, что это семья есть, в свою общину, что это тоже есть семья. Кого-либо, не разобравшись с ним, это очень серьезный удар. Ну как вы, для вашей семьи, ведь вы же свою семью не приглашаете с улицы первого попавшегося, только потому, что он сказал слово, которое вам знакомо. Ну, глупость же, правильно? Вы приглашаете только того, кому вы доверяете, кто приятен вашей семье, кто нужен вашей семье, с кем вы можете что-то делать. То же самое здесь. Поэтому на первом этапе я всегда рекомендую, если вы взялись за организацию чего-либо, и у вас есть все вот эти качества Пиночета, либо Короля Артура, приглашая к себе людей, не забывайте подписать с ними договор, потому что они из цивилизации пришли, и вы их не знаете. И они с собой тянут шлейф вот этой вот дряни, которую цивилизация в них заложила. Поэтому сначала конкретный договор, где расписано, что делать, как делать, что будет на выходе, для чего, и так далее, и тому подобное. И вот когда этот договор есть, вы всегда сможете спросить, и он всегда сможет спросить, и вы всегда можете обратиться в некоторые инстанции по этому договору, по его исполнению. И если вы видите, что человек уже достиг определенного уровня, он полностью проникся идеей совместной державной жизни, то в этом случае вы через какое-то время этот договор просто берете и сжигаете. Все, для вас договора нет этого больше. Вы от цивилизации оторвались, и вы начинаете жить по державным поконам. И вот тогда этот человек принимается в вашу общину. А до этого, извини, ты выполняешь то, что должен выполнить, а мы смотрим, насколько ты хороший специалист, насколько ты хороший человек, какие у тебя качества проявлены, к чему ты стремишься и так далее, и тому подобное. Основная причина большинства добрых людей, не понимая вот этой последовательности, непонимания, и непонимания того, что люди приходят из цивилизации, ну и естественно, неприменение славяно-русской варности. Вот эти вот несколько моментов очень важны, и об этом поговорим на очередном нашем вебинаре, который, я думаю, вот будет посвящен полностью тематике создания общин, ну и вполне возможно, что будут у нас съезды, круглые столы, которые помогут расширить это все и собрать людей вместе, тех, которые уже поняли, что по-другому жить нельзя. Как обычно, ты кратко, но по сути уже все рассказал. Что могу вот добавить от себя, да? Как нам грамотно что-то отрезают, и потом говорят, что было только так, а не как иначе. Наверное, вот слышали такие люди фразы, что, значит, сначала было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. Вот. А когда мы начинаем чуть дальше думать, ну, как бы размышлять, мы понимаем, что прежде чем, ну, как бы по аналогии, да, прежде чем что-то сказать, мы перед этим что-то думаем. То есть у нас должна какая-то мысль в голове быть. То есть уже получается, что перед тем, как мы что-то нам произнести, необходимо перед этим, не произнося это, что-то продумать. Но для того, чтобы это что-то продумать, у нас должна быть наработана какая-то информационная база в голове. А значит, есть что-то большее, где мы наработали эту информационную базу, на основании которой мы потом можем какие-то логические умозаключения производить в своем уме и дальше говорить. И неважно, как это в большом или в малом мы рассматриваем, что самое важное, это сначала как можно больше понять, вот, и более вернее понять общую структуру, дальше поразмышлять над тем, кто ты, поразмышлять над тем, какую пользу мы можем, ну, мы и рядом, кто с нами может принести этому миру. Потом уже следующий шаг, как Алексей пояснил, собираем людей, с ними обсуждаем, смотрим, а кто они, ну, и дальше уже все было сказано. Как бы, вот этот момент хотел бы еще добавить. Ну, основной, это уже Алексей сказал, вот, поэтому я приглашаю еще раз людей посетить семинар, который будет производить Алексей, проводить Алексей Орлов на эту тему, вот, и все-таки то, что выкладывается на канале, вот, особенно я прошу обратить внимание на семинар Алексея, вы изучите, и после того, как изучите, проверьте в жизни, чтобы это стало вашим знанием. Это может помочь многие ошибки, ну, либо избежать, либо предвидеть, либо обойти. Ну, вот, на семинар Алексея разреши раскланяться, благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что опять поднял тему очень интересную, замечательная тема, и главное, очень важная. И в заключение я еще дам один маленький совет. Никогда не начинайте разговаривать с человеком, если вы хотите создать единое что-то с точки зрения религии, либо веры, потому что религия это то, что нас разделяет. Ну, к примеру, если вы строите свою жизнь на мировоззрении славянства, то тогда просто поймите, а что такое славянство? это память о своих предков, это исполнение долга перед родом, это означает, что полноценная семья, многодетная семья, достаток, уважение к окружающему миру, лад с природой, почитание своих великомудрых предков. Вот смотри, как все интересно получается. Это то, что обеспечивает естество любого человека. Вот если бы, к примеру, я тоже проводил эксперименты, в одну группу приходил и говорил, здравствуйте, например, как вы относитесь к славянству? Там, о, это там язычники, это такие там люди, которые не поймите, чем занимаются, там столько-столько грязи выливалось, которая была влита в уши этих людей, в мозги этих людей какими-то враждебными структурами. Я понимал, что здесь разговора не получится, но в аналогичную, другую, похожую группу я приходил и не задавал вопрос о славянстве, я задавал вопрос, а как бы вы хотели жить? И выводил эту тему, например, на то, что хотите вы жить в достатке, чтобы у вас все, что было, все, что нужно было? Да, конечно. А хотите при этом, например, трудиться только 4 часа в сутки? Ну да, конечно, хотим. А 4 часа посвящать своей семье, 4 часа посвящать общественным взаимодействиям, какие-то песни, танцы? Конечно, 4 часа посвящать своего, ну там, саморазвитию, к примеру. Ой, да, здорово. А хотите вы, чтобы ваши семьи были полноценные, чтобы были все здоровые, чтобы у вас было здоровье? Да. А хотите, чтобы природа была вот такая вот хорошая, чтобы экология была прекрасная? Да. Чтобы производство не уничтожали ее? Да. Чтобы сами себя держали? Да. Я ничего не сказал про славянство, но я полностью сказал то, на чем строится славянство. К чему это подвожу? Если вы хотите разговаривать с человеком, который не понимает, что такое славянство, не произносите слово славянство. Не произносите слово славяниизм, ведизм. Произносите те слова, которые понятны человеку. Ведь каждый человек-то нормальный. Хочет, чтобы у него был достаток, чтобы он был здоровый, чтобы экология была хорошая, семья, дети. И все-все-все, чтобы вот то, чего я перечислил, что славянство предусмотрено, чтобы оно и было. Начинайте разговаривать с человеком на понятном ему языке, Применяйте понятные ему слова, образы и термины И будет вам счастье Только с этим посылом можно собрать людей И только с этим посылом можно начать что-то делать Потом выяснится, нужно ли эти слова произносить Не нужно, главное какое мировоззрение Не на словах, а на деле И начинайте всегда с дела Которое будет выражено в образе Понятным, доступным и принятым И в заключении, как всегда Я показываю вот такую штучку Что это такое Тем, кто смотрел до конца Вопрос, что я держал в руках Если вы опишете Значит вы смотрели до конца это видео А раз так, значит вы имеете право Об этом видео что-то судить И писать свои слова Прощаюсь с вами Напоминаю, вы смотрели и слушали Народное славянское радио В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов Михаил Ять До новых встреч, друзья мои Увидимся и услышимся Будь добрым Штурмовать далеко море Послала на страну Чтобы быть в курсе событий Получать сообщения о начале живых эфиров И о выходе новых записей, передач и программ На нашем канале YouTube Нужно нажать на кнопку подписаться И обязательно нажать на знак колокольчик Понравившейся записью Вы можете поделиться с друзьями в соцсетях Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио Заходите на наш сайт Славрадио.орг И подписывайтесь на нашу рассылку Вместе сделаем мир лучше Будь добру И в Остал КОНЕЦ ВОСТОРА ДЖИНО КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...